Если говорить о самых сложных заповедях, то самая невозможная из всех кажется та, что филиппийцам 4.4 «Радуйтесь всегда в Господе». Очевидно, человек, написавший это, не сталкивался с ковидом и его волнами, не имел детей-подростков, шумных соседей или сложных отношений с родителями, и уж точно не ездил по Ванкуверу в час пик. Мы все знаем, что невозможно радоваться всегда, потому что каждый день у нас есть тысячи причин для волнения и недовольства. На улице либо слишком жарко, либо слишком холодно, либо слишком сухо, или слишком сыро. Кто-то занял мое парковочное место, и к тому же у меня какая-то подозрительная сыпь на коже головы. Минуточку. Человек, написавший «Радуйтесь всегда в Господе» и еще говорю «Радуйтесь», это апостол Павел. Он написал эти слова в ожидании смертной казни, где ему должны были отрубить голову. «Радость» — самый основной эмоциональный ориентир христианской жизни. В Писании радость не зависит от обстоятельств. Возможно быть радостным, уютно качаясь в кресле или сидя в холодной и сырой тюремной камере. Это еще одна вещь, которая отличает нас от мирской мудрости. Было время, когда короли и королевы напоминали придворных шутов, которые должны были их веселить. Сегодня эту роль исполняет индустрия развлечений. Мы платим людям за то, чтобы они шутили, придумывали разные истории, показывали спектакли, пели песни. И мы платим этим людям так много, что они одни из самых богатых людей в мире. Мы называем их знаменитостями. В английском языке это слово происходит от глагола «честовать». Но почему-то мы не используем этот термин по отношению к доктору, который может спасти жизнь или учителю. Знаменитостями мы называем тех, кто должны приносить нам радость. Но не секрет, что часто у знаменитостей безрадостная жизнь, и обращаться к ним за радостью кажется весьма ироничным. Но цена, которую мы готовы заплатить за радость, показывает, как сильно нам ее не хватает, и как сильно мы ее ценим. Юджин Питерсон сказал, «Огромная индустрия развлечений — это признак истощения радости в нашей культуре. Общество — это скучающий, прожорливый король, напоминающий придворного шута, чтобы тот разлег его после богатого ужина. Но такая радость никогда не проникает в нашу жизнь, никогда не меняет состояние нашего организма. Ее эффект — временный, несколько минут, часов или максимум дней. А когда у нас заканчиваются деньги, радость улетучивается. Мы не можем сделать себя радостными. Нельзя приказать радоваться. Радость нельзя купить или организовать. А в книге-притче радость — это один из путей мудрости. Соломон сказал, «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». А еще он сказал, что тоска на сердце подавляет человека. Он уже предупредил своего сына беречь сердце, потому что из него текут источники жизни. Это притчи 4.23. Еврейские мудрецы без современных научных данных пришли к выводу, который совпадает с выводом современной медицины. Психологическое и физическое здоровье взаимосвязаны между собой. «Веселое сердце» — это и правда хорошее лекарство. Притчи не отрицают, что обстоятельства могут влиять на ощущение счастья. Например, плохой выбор супруга может сделать человека несчастным. Притчи 27.15. «Непрестанная копель в дождливый день, и сварливая жена равны дамы». Если это кажется вам обидным, то вы должны знать, что слово «глупец» в притче всегда используется в мужском роде, а «глупец» — это куда обиднее, чем сварливая жена. Однако также в притчах сказано, что обстоятельства не должны быть решающим фактором для радости в жизни человека. Притчи 17.1. «Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота с раздором». Думаю, вы знаете, что человек может иметь всё и при этом быть несчастным, а другой может иметь очень мало, но быть довольным. Весёлое и радостное сердце — это одно из важных сокровищ, и в притчах сказано, что его можно заполучить, практикуя мудрость. Откуда берётся весёлое сердце? Это такая черта характера, которая есть не у всех. Может, это наследственное? Может, некоторые люди рождаются радостными? Притчи ничего не говорят об этом, но намекают, что мы должны желать иметь такое сердце, потому что у него есть три преимущества. Во-первых, весёлое или радостное сердце приносит удовлетворение жизнью, независимо от обстоятельств. Притчи 15.5. «Все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, у того всегда мир». Когда я жил в Гонконге, то нашу церковь посещало множество банкиров. Иногда я приходил к ним в офис и видел на стенах много экранов с постоянно меняющимися финансовыми данными со всего мира. Мне их работа казалась очень сложной и изматывающей. И часто они сами рассказывали мне о своих стрессах на работе. Помню, как однажды я вышел на автобусную остановку, чтобы отправиться на утреннее собрание для церковных лидеров в одном из конференц-залов банка. Было примерно 6 утра. По дороге к автобусу я увидел человека, подметающего листья. Это была его работа. Скорее всего, низкооплачиваемая. Но он радостно пел что-то во весь голос. Когда он увидел меня, то с улыбкой сказал мне «Доброе утро». Я невольно сравнил его с напряженными ребятами из банка и задумался о ценности радостного сердца. Его не купить за хорошую зарплату. Автор притч подчеркивает мудрость, высказывая две параллельные мысли. Иногда эти мысли противоположны и показывают мудрость в контрасте между белым и черным. Например, в притчах 15-18 сказано «Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает распрю». А иногда представлены похожие мысли. И вторая выступает как комментарий к первой. А в этой притче использованы оба приема. Первая строка. «Все дни несчастного печальны». «Несчастный» значит «бедный» или «потерпевший». Человек с очень непростой жизнью. Этим же словом были описаны евреи, когда они были в рабстве в Египте. А Иов использовал его для описания своих страданий Иова 30-16. Часто люди, страдающие, из-за чего-то подавлены. И страдания могут сделать их горькими. Хороший пример — это Наемень. Ее имя означает «сладкое», но когда она потеряла мужа и сыновей, то сказала людям называть ее «мара», то есть «горькое». Во второй части притчи построено таким образом, чтобы показать, что веселое сердце может быть у несчастного или угнетенного человека. Видите, в чем разница между ними? Человек, подавленный обстоятельствами, живет в мире, «А вот если бы…», «А вот если бы у меня было немного больше денег?», «А вот если бы моим начальником не был тиран?», «А вот если бы моя семья была немного лучше?» Такое отношение человека показывает, что он сфокусирован на том, чего у него нет. И мы знаем, что человек может иметь все деньги мира, но ему все равно постоянно будет чего-то не хватать. С другой стороны, человек с радостным сердцем, даже посреди нехватки, наслаждается пиром. Такой человек не фокусируется на нехватке, потому что в жизни так много всего хорошего. В оскароносном фильме «Жизнь прекрасна» Гвидо, итальянский еврей, живет в немецком концлагере вместе со своим пятилетним сыном. И весь фильм, он пытается убедить своего сына, что все это просто игра. И первый, кто зарабатывает тысячу очков, выигрывает. Еще одним человеком, который жил в реальном концлагере, еще одним человеком, который жил в реальном концлагере, была Кори Тенбаум. Она пережила насилие и смерть родной сестры, но всю свою жизнь она изучала радость, потому что решила не ненавидеть своих угнетателей. Такое же радостное сердце мы видим в апостоле Павле, который пировал и радовался даже на смертном адре, потому что верил, что лучше умереть и быть с Иисусом. Каждый день — это возможность попробовать что-то новое и интересное из Божьей благодати. Оно не отрицает боль, но трансформирует боль во что-то полезное, чем можно попировать в этой прекрасной жизни. Второе преимущество — радостное сердце ведет к физическому здоровью. Притча 17.22. «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». Слово, переведенное как «кости», означает глубины сердца человека. Это что-то вроде того, как мы говорим, «У меня болит душа». Душевная боль очень глубокая. Подавленный дух влияет на всего человека. Доктор из университета Дюка обследовал тысячу пять пациентов с больным сердцем и искал у них признаки депрессии. Он пришел к выводу, что у пациентов с легкой депрессией риск умереть на 44% выше, чем у тех, у кого нет депрессии. Это если не учитывать другие факторы, вызвавшие сердечное заболевание. Надеюсь, от данных о депрессии вы не впадете в депрессию. Но радостное сердце — это хорошее лекарство от болезней. Есть похожая притча. Кроткое сердце — жизнь для тепла, а зависть — гниль для костей. Посмотрите на иронию в этой притче. Зависть говорит, у тебя есть то, что я хочу. Иными словами, зависть приходит от чувства нехватки. Я не такой богатый, не такой умный, не такой красивый, не такой стройный и так далее. Такое мышление ведет к болезни. Но когда вы в мире с тем, кто вы, и что у вас есть, это наоборот приносит здоровье вашему телу. Третье преимущество. Радостное сердце создает красивое лицо. Думаю, все мы слышали, что для того, чтобы хмуриться, нужно задействовать больше мышц, чем для улыбки. Одни говорят, что когда мы хмуримся, задействовано 51 мышца, а когда улыбаемся — 7. Другие говорят, чтобы нахмуриться, нужно задействовать 100 мышц, а для улыбки — 10. Или 47 и 4. А кто-то говорит, что это вообще легенда. Но смысл этой притчи не в том, чтобы сделать проще. Притча также не говорит нам нацепить улыбку или хмурое лицо. Там сказано, что наше лицо отражает то, что происходит внутри нас. Мне не помогает, когда мне говорят «улыбнись». Сердце не слушается моего лица. Лицо слушается сердце. Сейчас набирает популярность борьба со старением. А мне это напоминает борьбу с силой притяжения. Как бы мы ни боролись со старением, время никому не остановить. Но есть ли что-то прекрасное, чем пожилое лицо с линиями счастья и радости на нем? Альтернатива — это вторая часть этой притчи. Сердечная скорбь, от которой дух унывает. Мы все переживаем сердечную скорбь время от времени. Но этот стих говорит не о временных жизненных трудностях. Тут скорее речь идет об отношении к жизни, о душевном настрое. Человек может иметь веселое или унылое сердце. В обоих случаях это будет видно по лицу. Итак, у веселого сердца есть три преимущества. Более приятное лицо, довольство жизни и хорошее физическое здоровье. Кто мог бы отказаться от такого? Притчи не говорят нам, как иметь такое сердце, но частично это связано с применением мудрости, изложенной в этой книге. Кроме того, некоторые из стихов, которые мы уже прочли, предлагают некоторые скрытые инструкции. Среди них я заметил одно важное качество, и это благодарность. Вместо того, чтобы печалиться из-за того, чего у вас нет, и испытывать зависть, мы можем научиться быть благодарными. Счастливы ли мы из-за всего того, что Бог дает нам? Библия постоянно говорит нам помнить об этом. Профессор Гордон Смит призывает нас регулярно практиковать благодарность. Даже когда нам не хочется ни за что благодарить, мы каждый день заставляем себя вспомнить все те дары, которые дал нам Бог. К примеру, вы можете начать со списка вещей, за которые вы явно благодарны. Спасение во Христе, семья, работа, здоровье, и вы благодарите Бога за все это. Затем вы идете чуть дальше и составляете еще один список вещей, за которые вы благодарны. Свобода вероисповедания, общение с друзьями, птицы, поющие за окном. Смит предлагает сделать это в три подхода, чтобы по-настоящему пропитать душу благодарением и растворить мысли нехватки и зависти. У радостного сердца всегда праздник. Писание не хочет, чтобы мы зацикливались на этих характеристиках. Понятно, что в силу собственного характера или жизненных обстоятельств мы склонны к одной из этих крайностей, но притчи рассказывают нам о веселом сердце, который мы можем иметь по Божьей благодати и благодаря размышлениям о Божьей благодати. Если мы нашли секрет обретения радостного сердца, то можем теперь перейти ко второй части инструкции, помогать другим людям обрести такое радостное сердце. Какие же советы дает нам Писание о том, как поднимать настроение другим? Есть два совета о том, что нужно делать, и одно о том, что не нужно делать. Притча 15.30. Светлый взгляд радует сердце. Вы можете подумать, что речь идет об улыбке, но это не совсем так. На иврите буквально сказано, «Горящие глаза приносят сердцу радость». Получается, что радость выражают не уста, а глаза. Человек может улыбаться прямо перед тем, как ударить меня ножом, но глазами обманывать сложнее. Именно они зеркало души, а не наш рот. Можно сказать, что эта притча приносит нас улыбаться глазами. Знаете тех людей, чьи глаза излучают тепло? Иногда в разговоре с другими людьми наши глаза показывают нетерпение, когда бегают по комнате или постоянно смотрят на часы. Иногда они показывают злость, зажигаясь от очевидного недовольства. А иногда они не говорят ничего. Они просто смотрят в пустоту и не реагируют. В общении один на один притчи призывают нас передавать тепло нашими глазами. Может, мы можем попрактиковаться в этом месте сразу после собрания. Смотрите на людей так, будто бы они важны. И такой светлый взгляд может поднять им настроение. Во-вторых, мы можем поднять настроение человеку словами. Притча 16.24. «Приятная речь. Сотовый мед. Сладка для души и целебна для костей». В притчах очень много инструкций о языке. Чаще всего они советуют нам две вещи. Почаще держать рот на замке и открывать его только для чего-то конструктивного. «Приятные слова сладки, но они не только поднимают настроение, как сахар, но еще и исцеляют душу человека». Притчи 17.25. «Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселят его». Первая часть этого стиха буквально означает «Тревога в сердце человека вводит его в депрессию». Когда наш сын занимался картингом, тренер иногда привязывал к нему шину или что-то тяжелое на веревке. Идея была в том, чтобы почувствовать разницу, когда тяжести не станет, и увеличить скорость. Сколько людей в вашей жизни тянут за собой тяжелую ношу тревог? И такая мелочь, как доброе слово, способна разрушить этот тяжелый груз и помочь человеку двигаться по жизни свободнее. Пункт номер три. «Не пойте тому, кому больно». Притчи 25.20. «Что снимающий из себя одежду в холодный день, что уксус на рану, то поющий песней печальному сердцу». Помню, как я делал доклад по этому стиху в семинарии. Я понимал, что значит снимать одежду в холодный день. Это, конечно, жестоко и раздражает, но я не мог понять вторую часть, потому что в английской Библии сказано, что уксус на соду. Поэтому я решил попробовать это дома. Я насыпал немного соды в миску и вылил на нее немного уксуса. Сразу же началась быстрая химическая реакция, и я понял, что уксус и сода несовместимы. Следовательно, эта притча говорит нам, что петь тому, кому плохо, это жестоко, и это раздражает. Как забрать у кого-то одежду в холодный день? А еще, песни и страдающий человек также несовместимы, как уксус и сода. Поэтому не нужно петь печальному сердцу, а также не нужно говорить шаблонные фразы, чтобы поднять человеку настроение. Не забывайте, притчи 14.10. Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмещается чужой. Уважайте печаль другого человека, и не думайте, что от нее можно легко избавиться. И в завершение я хотел бы повторить слова из филиппийцам 4.4. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю, радуйтесь. Радость приходит от решения. Не от решения радоваться, как сказано в песне. Не волнуйся и будь счастлив, а от решения быть в Господе. И хочу снова процитировать Юджина Питерсона. «Радость — это не требование к следованию за Христом, а последствия. Мы можем решить жить в среде живого Бога, а не в себе. Мы можем решить поставить в центр Бога, который дает щедро, а не наше эго, которое жадно хватает». Последнюю ночь своей земной жизни, в момент большой печали перед уходом на крест, Иисус никогда не терял радостного сердца. В тот вечер Он сказал Своим ученикам, «Я говорю это вам, чтобы Моя радость была в вас, и чтобы ваша радость была совершенной». Автор послания к евреям написал, что Иисус перенес крест ради предстоящей Ему радости. Ради этой радости стоило умереть. И именно в эту радость Он водит нас через Своё воскресение. Прямо сейчас Господь Иисус совершает Свою совершенную волю в мире и в моей жизни. Ничто не вышло у Него из-под контроля. Ни пандемии, ни изменения климата, ни изменения в политике. Поэтому нам не о чем переживать. Иисус сейчас полон радости, и Он наблюдает за Своими возлюбленными. И поэтому я тоже могу радоваться в Нём сейчас и всегда. Давайте помолимся. Милостивый Бог, мы благодарим Тебя за дар жизни и за все те дары, большие и маленькие, какие мы получаем в жизни. Мы благодарим Тебя за то, что Ты создал нас, и мы здесь. Спасибо за всё, что у нас есть. А также мы благодарим Тебя за наше перерождение. Ты сделал нас новыми через смерть и воскресение нашего Господа Иисуса Христа. И сейчас мы живём в Его совершенном Царстве. И прямо сейчас наш радостный Господь исполняет Свою совершенную волю. Помоги нам жить в радости от того, что мы в Царстве Иисуса. Помоги нам ежедневно помнить об этом, чтобы мы могли нести этому страждущему миру радость Твоего сердца. Во имя Иисуса. Аминь. 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 Продолжение следует...